Глава МИД России Сергей Лавров порекомендовал Западу больше обращать свое внимание на высказывания Владимира Зеленского в адрес россиян и русскоговорящих жителей Украины, нежели на воображаемое вторжение России. По словам Лаврова, президент Зеленский, обращаясь недавно к жителям Донбасса, обозвал их особями и сказал, что если вы особи, будучи гражданами Украины, считаете себя русскими, хотите говорить по-русски и исповедовать русскую культуру, то езжайте в Россию. На пресс-конференции Сергей Лавров отметил, что около линии соприкосновения Украина собрала необычно большое количество вооруженных сил. Однако это не беспокоит Запад. Его, по словам главы МИДа России, волнует то, что Россия делает на своей территории, а то, что если Зеленский решит накопившееся подразделение вооруженных сил использовать, чтобы русских оттуда выгнать, нет. Поэтому Лавров предложил своим западным коллегам, когда они оценивают кто и где, куда свои войска на своей территории передвигает и перемещает, посмотреть, какие цели провозглашают украинские радикалы во главе с президентом, по сути дела, в отношении русских и русскоязычных. На территории Украины находится сотни американских и британских военнослужащих, а поставляемое Западом оружие украинской стороне создает для Киева дополнительный стимул перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе, подчеркнул Сергей Лавров. При этом он отметил, что даже если Украина не вступит в НАТО, появление ударного оружия на ее территории, а также военных баз США в Азовском море, станет еще одной красной чертой для России. Не остался без внимания вопрос вступления республики в НАТО. Российское руководство особенно огорчает тот факт, что Альянс продолжает расширение своих границ, искусственно заманивая новых участников. И такая же судьба может постигнуть и Украину. По убеждению Лаврова, все толкования взятых на себя обязательств по отказу от расширения НАТО делаются очень односторонне, из-за чего они кажутся недопустимыми и ложными. Причину, по которой Москва сейчас подняла вопрос о нерасширении НАТО, Лавров объяснил словом нагромождения. Как заявил российский министр иностранных дел, Североатлантический Альянс пообещал нераспространение на восток объектов военной структуры. Однако они были бесцеремонно брошены в корзину, в результате чего организация вплотную подошла к границам России. Помимо этого, Лавров выразил мнение, что Запад наглеет, требуя, чтобы российские войска вернулись в казармы.